70-летнюю Великой Победы посвящается. До торгового года фашистское внимание напало на нашу страну. Проявилась мобилизация. На войну уходили наши прадеды, деды, отцы, те же мальчишки и девчонки. Уходили по звуке духового оркестра. Но и были слышны звуки гармонии военных и кампионов. И звучал легендарный марш славянки. Уходили легендарные гармонисты, брали с собой свою любимую гармошку. Вояна, как было, чтобы в минуты отдыха поиграть для своих сослуживцев. Некоторые оставляли свой инструмент в надежде, что скоро закончится война, и он придет и возьмет в руки свою гармошку. Но война затянулась почти на целых пять лет. И гармошка звучала между паяльями, в тишине, в гляндажах, в землянках, в окопах. И звучали такие песни. На солнечной полярке, при фунтагон, землянка, смуглянка. Игрендарный марш славянки. Война затянулась. Гармонисты походили в жизнь, погибая на полях фронта, на фронтовых полях. Но гармошка даже спасала этих солдат. Пули, застрявшие в гармонии, спасали своего хозяина. Поднимал гармонь дух нашего воина. И, конечно, идя в бой, звучала любимая, всеми любимая Катюша, которой фашисты борялись. И почему-то они ее полюбили, эту Катюшу. Гармонь прошла через все фронты. И все-таки добралась, дошла до Берлина. И вот, звездный час. Победа! Победа! Громкое слово «Победа». И 9 мая у Ликстана организовался большой оркестр гармонистов, баянистов, аккордеонистов. И стали все звучали те же военные любимые песни. Граждане «Победа» Граждане «Победа» КОНЕЦ КОНЕЦ Солдатам-гармонистам, музыкантам нашей Родины, павшим за нашу Родину. И кто остался жив? И слава, гармония! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ